Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржеки. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Проблемы инвалидов в шахтерской столице не решаются. Общество от нас просто отмахивается. Люди с ограниченными возможностями просят о помощи у наших корреспондентов. В преддверии празднования Дня труда состоялась городская ярмарка свободных рабочих мест и вакантных должностей. В Тимиртау многодетная мать не может получить алименты от отца детей. Долг накопился почти 4 миллиона тенге. Проблемы инвалидов в шахтерской столице не решаются. Общество от нас просто отмахивается. С такими душеразирающими жалобами в нашу редакцию позвонили люди с ограниченными возможностями. Два совершенно чужих друг другу человека, которых объединяет лишь общий диагноз инвалидность, решили рассказать о себе и о себе подобных. Выслужить их вызвалась Аймамрина. 65-летняя Светлана Тян – заложница собственной квартиры. Инвалид второй группы, женщина с парализованными правыми конечностями, живет совершенно одна. Приспособление, которое в Германии используют как продовольственную тележку в супермаркетах, Светлане служит средством передвижения. Лишь опираясь на эту тележку, она совершает самый трудный для нее поход по собственной квартире. Каждый шаг для нее непосильный труд. О свежем воздухе бабушка даже не мечтает. От отчаяния пенсионерку спасает только рукоделье. Ее квартира похожа на галерею. Не током изгибается. Поэтому довольно тяжело. Даже самое маленькое дело – это для меня такая проблема. Со слов женщины, на протяжении нескольких лет ее и без того непростое существование стало еще мучительнее. Соседи по площадке то и дело закрывают входную дверь в общий коридор на замок. Теперь немногочисленные гости бабушки, соцработник, врачи к ней едва попадают. Каждый раз, пытаясь открыть им дверь, инвалид преодолевает барьеры собственной квартиры. Я не могу туда в коридор выходить, дверь открывать. Это я уже несколько раз подумала. Мне очень тяжело было. Я хочу, чтобы они оставляли дверь открытой днем. Ну, а ночку закрывают. Так они постоянно понимают, они игнорируют мои слова. Это, во-первых, относится ко мне с издевательской надсмешкой. Еще одна героиня, Галина Панчук, без слез о своих проблемах рассказать не смогла. Пенсионерка вырастила двоих дочерей-инвалидов с детства. Несмотря на то, что дети уже взрослые, родители до сих пор несут бремя их болезней. Со слов Галины, общество всегда относилось к ее девочкам предвзято. Мы дочерей никогда не бросали, хотя нам предлагали в интернат. Муж сказал, никаких, мы сами будем. Сколько будет сил, столько будем помогать и дочерям, и внукам. Совсем недавно старшей дочери Людмиле работодатель не заплатил деньги. Со слов Галины, ее вступившуюся за дочь хозяин магазина оскорбил и даже избил. Сейчас женщина подала на него заявление в полицию. Я сейчас хочу добиться того, чтобы этого человека наказали, привлекли к уголовной ответственности, потому что я ему в матеря гожусь. Я не пришла у него требовать, я с ним просто хотела поговорить по-человечески. Проблемы людей с ограниченными возможностями не пересчесть. Многие из них о них просто молчат. Кто-то боится, кто-то стесняется своего диагноза. Однако ни для кого не секрет, что чаще всего в нашем обществе бьют самых слабых. С вопросом, как же им оградить себя от человеческой безжалостности, мы обратились к юристу. В нашем обществе, к сожалению, для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов, для них нет каких-то там льгот, скидок, в плане защиты их законных прав и интересов. Все так же, как и обычные граждане, суд, прохранительные органы, то есть без всяких скидок на то, что они ограничены. Как же жить в нашем обществе инвалидам? Почему в Караганде все чаще с протянутой рукой встречаются люди с ограниченными возможностями? Почему для них не создаются условия? Кто принимает постройки без пандусов и дороги с препятствиями в виде высоких бордюр? Эти вопросы невольно приходят на ум любому здравомыслящему человеку. Посещают ли они наших чиновников и депутатов? А ведь инвалиды – это такие же члены общества, как и мы с вами. Аймамрина, Жасулам Акулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области наградил ряд тружеников и поздравил всех с Днем Труда. Благодаря добросовестности многие заслуженные работники города в этот день стали главными героями праздника. Ведь каждый из них представлял профессии, которые для них стали жизнеутверждающими. В этот день в Большом зале Акимата были работники горно-металлургической и пищевой промышленности, образования, здравоохранения, социальной защиты, строительства и многих других трудовых сфер. Все они отмечают День Труда, который попадает на последнее воскресенье сентября. Среди собравшихся и 10 заслуженных работников. Аким области торжественно вручил почетные грамоты и цветы людям, которые вкладывают свой труд в строительство нового Казахстана. Этот день учлежден в Республике Казахстан в целях повышения авторитета человека труда в нашем обществе, для стимулирования в том числе высокопроизводительного труда, пропаганды в первую очередь наших рабочих профессий и, конечно, привлечения молодежи в сферу производства, и укрепления тех многолетних традиций, особенно связанных с династиями целыми, которые работают в различных отраслях нашей экономики. Каждый из присутствующих прошел большой трудовой путь, внес и продолжает вносить свой вклад в развитие нашего индустриального края и является примером подражания для молодежи. Им не терпелось рассказать о прелестях своей профессии и пройденном пути, ведь каждый из них имел позади 40-летний трудовой стаж. Я работаю на ТЭЦ-3, работаю, правда помер уже, он вообще с 76-го года работал. Ну, а у нас вот этот товарищ сказал, говорит, у них молодежь идет, у нас сейчас тоже очень много стало молодежь приходить, очень хорошие ребята, вообще замечательные, хорошие ребята. Очень много стало в руководстве от молодых, вот смотришь сейчас и в руководстве у нас, и везде. Полуфабрикаты в тесте, мы их замораживаем. Вот, у нас большой ассортимент. Смену мы изготавляем 5 тонн, 5,5, ну, в зависимости от заявки. Продукция у нас расходится и в Тимиртау, и в Балхаш, Астана. Каждый из приглашенных имеет нелегкий трудовой путь, полный сложностей и побед, падений и взлетов, и является настоящим примером для подражания для нынешней молодежи. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Александр Церекидзе, 1-й Карагандинский. В преддверии празднования Дня труда состоялась городская ярмарка свободных рабочих мест и вакантных должностей. Уязвимые слои населения подобрали список подходящих вакансий. Акимат города Караганды провел очередную городскую ярмарку вакансий. Целью мероприятия является установление непосредственного контакта работодателей и граждан, нуждающихся в работе. В ярмарке приняли участие безработные граждане, входящие в целевые группы – инвалиды, дети-сироты, воспитанники детских домов, лица, освобожденные из мест лишения свободы, граждане пенсионного возраста и молодежь до 30 лет. Мы участвуем в ярмарке вакансий. Это позволяет нам заявить о себе, также подобрать специалистов. Мы благодарим Акима Карагандинской области за то, что он проводит ежегодно такое мероприятие. На ярмарке 205 предприятий и организаций города представили 1410 вакансий. Из них 5% – высокой специальности, 84% – средней квалификации и 11% – вакансий, не требующих квалификации. Сегодня результат каждой ярмарки – это обеспечить работой лиц, которые не достигли пенсионного возраста, лица, которые потеряли работу в силу объективных причин и, соответственно, оказать юридическую помощь, консультационную помощь и создать новые рабочие места. Мы очень благодарны руководителям наших предприятий, которые на сегодняшний день эти вакансии нам предоставляют. На мероприятии также была организована выставка продукций предприятий города. Раздавали буклеты с информацией о социальных рабочих местах и выплате в случае потери работы. Лариса Хусейнова, Ося Сазамбаева, Исламбеку Спан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – Галвин Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность – 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. В Тимиртау многодетная мать не может получить алименты от отца детей. Долг накопился до 4 миллионов тенге. А выделяемых социальных льгот едва хватает на жизнь. Обеспокоенная бабушка переживает за будущее своих внуков. Все подробности в следующем репортаже. В семье Атагуловых семеро детей. Все в школьном возрасте. Молодой маме всего 35 лет. В 2010 году ей присвоили награду Алтаналка. Отец этих детей несколько лет был в розыске. Сейчас якобы проживает в Алматинской области. Официально в разводе семья Атагуловых уже 8 лет. Но положенных алиментов нерадивый отец не платил никогда. У нас отключили свет буквально вчера. Если бы на коммунальные услуги сделали скидку, нам было бы легче. Потому что у нас площадь большая и прописано у нас 8 человек. Зимой с отоплением приходит оплата больше 25 тысяч тенге. Многодетная мать круглые сутки работает, чтобы как-то прокормить детей. Ведь другого кормильца в доме нет. По всем вопросам относительно детей решает бабушка. В 2011 году Акимата выделила семье арендное жилье. Однако за квартиру платить нечем. Долг накапливается. Мать семерых детей боится остаться без крыши над головой. Даже первый день Курбана эта семья встретила в темноте. Отец детей на сегодня должен около 4 миллиона тенге алиментов. Он сколько лет уже находится в розыске. Его то находят, то его снова нет нигде. Насколько раз отправляли заказное письмо. Я и сама ездила, но пока результатов нет. Знаем одно, что он находится где-то в Алматинской области. Одним словом, уклоняется от закона. Тем временем специалисты ЖКХ уже в четвертый раз намерены взыскать долг в судебном порядке. Говорят, должники на связь не выходят. К слову, чиновники даже предлагали оформить жилищные пособия. Однако и такого условия семью Атагуловых не устроило. Если человек не платит, любой человек, его в судебном порядке лишают жилья. Либо сначала через суд взимают эту оплату, либо могут потом. Все это оговорено в договоре. Если она берет свой договор и читает страницы, здесь написано все обязанности сторон, что она обязана оплачивать согласно договору все эти стоимости. Проблема многодетной семьи на сегодня остается острой. Матери героини остается надеяться на алименты бывшего мужа. А в жилищном секторе в иной раз подчеркнули, что пойдут навстречу жильцами, у которых особые социальные трудности. Гульза Атсахова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. А в Тимиртау стартовала историческая культурная экспедиция «Олодала», посвященная 550-летию казахского ханства. По этому случаю в музее первого президента была организована конференция, на котором собрались все организаторы и члены экспедиции. Открытие экспедиции состоялось 11 сентября сразу в трех городах страны. Это в Павлодаре, в Актаву и в Астане, на котором присутствовал сам глава государства. Маршрут продолжается в трех направлениях. В Карагандинской области она началась с Лутауского района. Сегодня к нам прибыла одна из экспедиций, которая стартовала 11 сентября в Астане, посвященная 550-летию казанского ханства в рамках Ассамблеи народов Казахстана. Следующее направление экспедиции после Карагандинского региона продолжится в городе Тарас. 9 октября там соберутся все члены команды и проведут заключительную конференцию. Все собранные материалы и исследования пойдут на анализ. Потом уже начнутся последующие работы. И вот в течение 20 дней с лишним мы ездим по Казахстану, говорим, изучаем историю Казахстана. После открытия экспедиции члены команды собрались в путь по направлению в сторону Каркаралинского района. Конференция продолжилась большим концертом. Гульза Ацахова, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. Цены на продовольственные товары в Карагандинской области стабильные. Об этом сегодня отчитались чиновники главе региона Нурмухамбету Абдибекову. Однако, несмотря на красивые цифры, приведенные в отчете, скачок цен в регионе все-таки наблюдается. Сразу на 12% взлетела стоимость авиаперевозок. Цены на продукты не поднялись. Наоборот, отмечается снижение стоимости картофеля, капусты и других плодовочных товаров, отметили сегодня докладчики. С их слов, индекс потребительских цен в нашем регионе на порядок ниже республиканского показателя. Подешевело молоко пастеризованное на 1,8%. При этом увеличение цен зафиксировано было на свеклу на 2,6%, сыр сычужин на 2,4%. На остальные социально-изначально продовольственные товары стабильны цены. Наряду с понижением цен на некоторые продовольственные товары отмечается рост стоимости билетов на самолеты и железнодорожный транспорт. Если цены на авиаперевозки взлетели сразу на 12%, стоимость билетов на поезда российского направления поднялись почти на 4%. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков поручил чиновникам держать все эти аспекты ценовой политики на жестком контроле. Есть предпосылки к возникновению дефицита или ажиотажного какого-то спроса, чтобы мы своевременно какие-то меры могли предпринять. Понятно, да? Ситуация, она в принципе управляемая. И надеюсь, что так дальше будет. Также глава региона поблагодарил чиновников за плодотворную работу, направленную на устранение последствий паводков. Со слов Акима области, все жители подтопленных сел получили долгожданное жилье. Аймамлина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинцы довольны ценами на продукты сельскохозяйственной ярмарки. С их слов, дешевые продовольственные товары – хорошее подспорье семейному бюджету. Минувшую субботу ознакомиться с ассортиментом товара и их доступностью решила и наша съемочная группа. Пенсионерка Алла Рымбаевна пришла на ярмарку в третий раз. Со слов женщины, цены здесь приятно удивляют, да и расположение массовой торговли недалеко от дома. 50 тенге – капусту, морковь, лук. Вот это хорошо. Цены дешевле? Да, цены здесь хорошие, если брать вот эти продукты. Ну вот можно овощей набрать на зиму, лука можно набрать, моркови, капусты набрать. Мясо, я смотрю, люди брали. Свою признательность организаторам ярмарки решили выразить и другие жители шахтерской столицы. Они рады возможности закупиться на зиму. Хорошая ярмарка мне понравилась. Я, по крайней мере, зачем пришла, я нашла все продукты, за которыми я пришла. И вот кое-что новое хочу попробовать. Зелень купил, масло купил. Мне нравится. Только я не знаю, почему в следующую субботу тут ярмарки не будет, из-за того, что в Астане будет ярмарка. Почему она нас касается? Вот это не вопрос. А Клима Альтаева приехала сегодня на ярмарку из села Байдалабижа на Аркинского района. Сейчас реализуют продукцию семейного крестьянского хозяйства. Со слов женщины, такие ярмарки выгодны не только покупателям, но и продавцам. Ведь здесь за день можно продать всю продукцию. Я всю жизнь занималась торговлей. Раньше мы привозили товар на базар. Сейчас продаем только на ярмарках. Разница торговли на ярмарке и базаре есть. Здесь не надо платить за место. Организаторы помогают с прохождением всех процедур, экспертизы. Всего в шахтерской столице ярмарки в этот день прошли в пяти местах. Было продано около пяти тонн молочной, сорока тонн плода овощной и более семнадцати тонн мясной продукции. Следующая ярмарка 10-11 октября будет проходить в Астане. Крупная ярмарка будет. А поэтому будем продолжать крупную ярмарку в Аараганде до марта месяца 2016 года. Со слов организаторов, уличная торговля будет продолжаться до наступления холодов. После чего ярмарки будут проходить в специализированных закрытых рынках Аол-Береке. Аймамрина Жасулам Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Титул «Боец года» вне зависимости от весовой категории нашел своего обладателя. Журнал «Зе Ринг» провел онлайн-голосование, в результате которого Геннадий Головкин с большим отрывом обошел соперников с показателем 72%. Это более 69 тысяч голосов. Вторую строчку занял Роман Гонсалес со счетом 24%. Следом за ним оказался филиппинец Мэнни Пакеау с результатом 1%. От лица всех боксеров, от Федерации бокса карагандинской, я его поздравляю. Как любитель карагандинского бокса, я в любом случае болею за Генну и верю, что он победит. А по раскладу, ну я думаю, где-то, если Гена говорил, что обещает красивое шоу, я думаю, до раунда шестого он его продержит. Завтра в клинике Гиппократ по адресу Алиханова, 35, дробь 2, пройдет день открытых дверей. Все желающие смогут бесплатно обследоваться у врача-кардиолога, а также на анализы действует скидка 20%. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аманса Уолмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова